Жива садико, город Афтавринда Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Оскорнение как от мочи. Трайлокия, тримиром, раваном, заставляющего рыдать. Раваном, раваном, а вопнухи, верни, вера, уберите герой. Раваном, 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 заставляющего рыдать. 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 Раваном, заставляющего рыдать. Раваном, 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 заставляющего рыдать. своей цели однако чтобы доказать что он действительно бог верховная личность и не просто человек которого разрекламировали как бога или избрали на это место голосованием господь построил чудесный мост через океан наше время стало модным сотворять так называемых богов в кавычках которые не совершают ничего подобного стоит показать недалекому человеку какой-нибудь дешевый трюк и он сразу решает что фокусники есть бог ибо понятия не имеет об истинном могуществе господа господь рамачандра построил мост через океан из камней которые держались на поверхности воды это доказательство необычайного могущества господа как можно считать богом того кто не проявляет никаких сверхъестественных способностей и не делать ничего что не мог бы сделать обычный человек мы считаем шри рамачандру верховной личностью бога потому что он построил мост через океан а господа кришну мы считаем верховной личностью бога потому что он понял когда ему было всего 7 лет нельзя принимать любого мошенника за бога или воплощение бога так как бог совершает свои деяния проявляет особое качество сам господь говори бога отбития джанма карма чем одеял и вам ее веки таттва тага тек тваде хампунак джунма на эти мамы тисок джунам кто-то постиг божественной природы моего явления и деяний больше никогда не родиться в материальном мире покинув тело он вернется в мое вечное обитель о джуна деяния господа необычны это удивительное духовное деяние и совершить их не может ни одно другое живое существо признаки деяний господа описаны в шастрах и только тот кто знает и способен принять господа таким как он есть о господь используя мою воду как пожелаешь ты можешь пересечь меня и достичь обители раваны из-за которого стонут лишенные покоя жители всех трех миров он сын мудреца вишравы но сам нечист подобно мальче пожалуйста убей его и верни свою жену си т.д. о великий герой хотя мои воды не способны помешать тебе достичь ланки пожалуйста построй мост через них возвести всему миру о своей божественной славе бедя твой удивительный подвиг великих героев и царей будущего станут прославлять тебя беда великих героев я беда 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. в этот мир. Он действует в этом материальном мире особым образом, то есть не под влиянием материальной энергии. Прабхабада говорит в этом комментарии, который мы зачитали, цитирует текст из Бхагавадгиты «Джанма карма чана дивьяна». То есть рождение Господа и Его деяния в этом мире, они особо, достаточно понять их по сути, чтобы быть квалифицированным, уйти в духовный мир. Важно понять, что когда Господь проявляется в этом мире, действует в этом мире, вот Он действует под влиянием к подлинной любви. То есть Его не сковывает ни материальная любовь этого мира, ни законы этого материального мира. Он действует спонтанно. И чем больше человек, чем больше ему дается стать проницательным в плане понимания игр Господа, то есть разгадать вот эту причину, мотив, смысл деятельности Господа в этом мире, тем больше он приближается к опыту подлинной любви. И, говорится, эта сила настолько могущественная, этот опыт подлинной любви настолько могущественная, что просто на слух, если мы слушаем рождение Господа, Его деяния в этом мире, так эти деяния трансцендентны, мы сами поднимаемся на трансцендентный план и получаем опыт трансцендентной любви, подлинной любви, просто мы слух. В этом суть этого простого метода Бхактиа. Просто слушая Господи, Его имя трансцендентно, Его деяния трансцендентно, рождение трансцендентно, мы сами снимемся трансцендентно. И вот уже на основе трансцендентного опыта мы начинаем понимать различия сначала на уровне дьяны, божественной дьяны, не спекулятивно-философии на уровне, а трансцендентной дьяны, что вот что такое любовь материального мира оказывается, это вот это, по опыту, не по логическому описанию, по опыту, а вот это настоящее. Вот только на уровне освобождения, брам-бута, прасанатма, нашу тщательный каншати, вот эта прасанатма, радость, которая приводит к тому, что мне уже вообще не важно, что было со мной, что будет, самахсарвеша бутышу, я равно отношусь ко всем живым существам, даже к врагам, не важно, это все условности, враг, друг. Вот тогда мат-бхати, лабхате парам. Тогда вот это бхакти, стремление к Господу становится очень сильным, жадность, говорит, лабхате, как жадность. Только единственное, чем думает живое существо, это чтобы служить Господу, служить, 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 служить. Хочет только, чтобы ему никто не мешал. Прежде всего, материальная любовь. Материальная любовь, она становится препятствием на пути подлинной любви. Но это вавриндаване. Нужно еще войти в этот трансцендентный опыт, и он не дешевый. Очень хочется, конечно, быстрее пробраться в этот трансцендентный опыт, но он не дешевый. Он ценой серьезной жертвы достается. И вот Рамачандри делает эту жертву на личном примере. Он царь. И просто, потому что он должен подчиняться отцу, несмотря на заговор практически против него, жуткое лицемерие и так далее. Он спокойно принимает эту участь и идет в лес, вместо того, чтобы царствовать. Царством, где его очень любят, где его ждут. Он уходит спокойно. Говорится, ни один мускул недруглый в лице Рамы, когда он услышал, наставление Даширадхи, просьба Даширадхи удавиться в лес. Вот эта према есть. Но она проявляет, смотрите, не эмоционально в данном случае. Не так, что вот любовь к Богу, слезы, ну еще как-то не представляем. А вот так, в лес пойдешь. Экстаз. Вот эта любовь к Богу. Зачайно. Все, что сказал Господь, я сделаю с великим удовольствием. Любую цену. И все, что он не будет делать Рамачандра, он будет делать на этой платформе, поэтому он будет постоянно общаться с живыми существами, прежде всего со своими преднами, на платформе вот этой любви. Поэтому все, что он не сделает, все, что он не говорит, каждый поступок очень важен для понимания, что за этим стоит. И поэтому Рамайан — это произведение, которое изучается постоянно, пересказывается постоянно. Недавно была программа по культуре, в культуре, где принял участие наш преданный лидер московской ядре Сатфуприя по поводу выхода на экраны сериала, ситарамы, пригласили преданных и обсуждали. Вот как-то Россия дошла до такой жизни, что мы смотрим. Индийские эпосы, восхищение, и вот были ученые, эндологи, санскритологи, преданный был, женщина, которая учит танцем, русская женщина, которая учит индийским танцем. И вот все они говорили, нет, нет, не случайно, что Рамайана так популярна в России. Есть корни глубокие, культурные корни, но есть и общие какие-то принципы, которые объединяют любую культуру. И один из эпизодов, эта учительница индийских танцев говорит, когда она училась в Индии этим танцам, она была свидетельна того, как каждый год в дни явления Господа Рамачандры читает Рамайану и все люди оставляют свои обязанности и слушают романы каждый год, каждый год, каждый год, несколько дней подряд. Почему они слушают одно и то же? И она объясняла, потому что это напоминает об обязанности. Когда мы слушаем Рамайану, это напоминает нам, нельзя воровать чужих жен. Как я так говорил, нельзя это делать. Да, ведущая женщина, нормальная москвичка, видно, точно говорит, нельзя воровать чужих жен. Мы знаем, что это для Москвы такое. Мы будем касаться... Так или иначе, сам факт существования вот этого эпоса, который отражает трансцендентный любовь Господа, обладает большим могуществом, которое выгораживает людей, возражает их в более высоких принципах существования в соответствии с законами Бога. Итак, детали, детали лил Господа Рамачандры очень важны. Все на нем сосредоточены, мы едины ученые, простые люди до сих пор. И вот тот момент, который сейчас описывает Шукадева Гасвами, а он, смотрите, вкратце же Рамаливу будет описывать совсем в нескольких главах, немного совсем. И вот ключевые моменты, которые он упомянет, они достаточно интересны. Вот мы сегодня прочитали текст, который говорит преданный Рамачандре, океан. Вот видно, что он уже точно пролапутан про Савадма. Он жаждет. Я понимаю, он говорит Господу, что ты верховная личность Господа. Я, как океан, не могу быть для тебя препятствием на пути к ламке. Но, пожалуйста, используй меня. Используй мои воды. Построй мост, как будто ты не можешь пересечь меня. Ну, чтобы было как вот. Ну, чтобы я когда-то поучаствовал в этом. На самом деле, преданный хочет, хочет участвовать. Он понимает, что и без него Господь сделает, что он хочет. Но займи меня в преданном служении. Молитва чистого преданного. И океан проявляет чистую преданность в своей спонтанной молитве. Более-то он предрекает. Он говорит, что убей этого Равану, освободи свою жену Ситадеви. Ну, то есть он как бы говорит Господу, что он должен делать. То должен сделать, что еще никто не знает. Это Равадо Ромаиды, да? То есть это чистая преданность. То есть в знании. То есть предан находится в знании. И Господь, Он как бы подчиняется. Так это выглядит, что Он подчиняется желаниям преданных. То есть он делает то, что преданных хотят. Поэтому по милости океана, Он сделает мост, освободит Ситадевию. И совершит этот удивительный подвиг, который будет прославлять Господа. Из века, из века. Да, да. И интересен эпизод тем, что океан в таком экстазе не сразу пришел в такой экстаз. Это уже для преданных. Хороший урок. Как получилось? Получилось так, что Господь Рома-Чандра достигнув побережья океана, Он хотел обратиться к Нему за помощью. То есть сначала к Господу пришлось обращаться за помощью преданных. Причем, как Он сделал, Он постился три дня с Нимом Господь. Ну, потому что Он как человек же, океан это же иран, то есть это же намного более могущественное живое существо. Поэтому в роли человека из желания обратиться за помощью к океану совершает аскезу. Ну, как это положено. Померар, это живое существо, менее значимое живое существо, добивается общения, более могущественных живых существ с помощью аскезы, каких-то усилий, подношений. Рома-Чандра всему следует. Три дня опостился. Ожидая, что, ну, как это описано в шастре, океан должен ответить. А он не отвечает. Ну, то есть Господь все сделал, а океан не заметил. Ну, у него как бы свои дела. Несмотря на то, что океану преданное. Но по сегодняшнему тексту точно не было. Чистый преданное. Но Господь к нему обратился, заплатил должную цену, а у него свои дела. Ну, занят он какое-то служение. А у него уже много служил. Там уже много живых существ. Он всех обеспечивал. Вот. И вот это очень интересный момент. Что же такое происходит иногда с преднами, что, несмотря на то, что Господь пытается их занять в преданном служении, совершая для этого серьезные усилия, у них свои дела приняли. Ну, как бы, есть служение. Рамачандра, он как бы, так, он видит, что это преданный. Если бы это был не преданный, он бы, как бы, с пониманием отнесся. Но когда был преданный, Рамачандра разнивался. У него отношения есть. То есть, большая милость. Рамачандра разнивался. И что он взял? Господь сделал вид, я извиняюсь, что он разгневал меня. Одним взглядом достаточно. Он привел в ужас всех океанских обитателей, включая крокодила и акулы. И требещущий Бог океана пристал перед Господом Рамачандрой. Он тоже спохватился. Он непростая личность. Он вспомнил, он как-то все вспомнил. Сразу. И он припалкивает с тем стопам Рамачандры и начал произносить такие слова. Еще до экстаза, это очень важно тоже. Я очень глуп, сказал. И потому не смог тебя узнать. Но теперь я понял, что ты, Верховный Господь, Владыка всей Вселенной, неизменный изначально личность Бога. в чем интересный момент, что жизнь в этом мире организует живое существо тотально, что называется, вопреки Любви к Богу. Несмотря на то, что здесь есть много очень важного, есть много обязанностей, которые также подписаны Господом и Священными Писаниями. Но все они организованы помимо Любви к Богу, подлинной Любви к Богу. То есть есть две функции этого материального мира, которые созданы в Верховной Личности Бога из Любви к живым существам. Первое – это удовлетворить их желаниям материальным. И своей Божественной силой, Божественным разумом Верховная Личность Бога все организует в этом мире так, чтобы живые существа выполнили свои желания, независимо от их вечных, отношений с Господом. То есть независимо от их изначения Любви к Богу. У них есть свои желания. И вторая функция этого мира удовлетворила вот эти желания живых существ. Верховный Господь создает условия, возможности для того, чтобы живое существо, найдя умиротворение в этом мире, благодаря следованию законам Бога, его предписаниям, чтобы они обратились к Нему, прониклились чувством благодарности, то есть вернулись к отношениям к Господу. И вот этот уклад материальной жизни очень могущественный. То есть весь материальный мир организован под вот эту внутреннюю глубокую глубинную позицию живого существа в этом материальном мире в этом материальном мире, при которой он себя ставит в центр этого мира. То есть сознаёт это живое существо, не сознаёт. Всё его внешнее существование организовано под то, что я в центре. И вот этот момент, он решающий. Вот именно вот этот момент порождает вот эти различия, о которых мы говорим. Есть материальная любовь, есть подлинная любовь. Материальная любовь это та любовь, в которой каждый из влюблённых воспринимает её вот с этой позиции. Я в центре. Это очень глубокая позиция. Я могу очень любить кого-то с большой преданностью, выражая свои чувства большой силой, жертвуя многим и не замечать при этом, что глубоко в своём сердце я это делаю всё равно для себя. это очень глубоко. Невозможно вот просто даже порассуждав об этом, преодолеть это притяжение. Это такая гравитация, посильнее ещё вселенской гравитации. Просто какая-то масса, которая притягивает физической силы. За этой силой стоит Аханкара. Аханкара — это это сила, которая поддерживается самой сверхдушой, с божественным могуществом. Аханкара означает, что человек глубоко внутри чувствует, что он, он кто-то, и у него вот что-то есть. И он может с этим что-то делать. очень-очень глубоко. Покровитель Аханкара — сам Господь Шива. Практически это верховная Личность Бога, который соприкоснулся с материальным миром. Шива — это особая татва. Даже не джива татва, не обыкновенный живой существователь. Он и не богован, не вишну, но и не джива. Поэтому выделяют прям вот отдельную татву. Шива татва — вот этот контакт вишну с материей — это уже Шива. И вот он стоит в силу могущества Шивы. Шива — тот, который гангу принимает, мощнейший поток, готовый всё разрушить. Шива очень могущество. Принимает гангу, для чего она растекается уже спокойно по всей Вселенной. Вот он вот этим могуществом поддерживает каждым из нас. Не вообще, а каждым из нас. Вот это «я в центре». Мир вокруг меня. Всё остальное — разум, ум, чувства, уже подчиняется этой позиции. Они не способны сопротивляться. То есть, значит, философии всякие, которые очень-очень логично всё это объясняют, и логично, и диалектично, как хотите, философски, не подкопайтесь. Ум, не говоря уже об уме, то есть, он полностью сосредоточен на своих интересах. Чувства просто пассивные, слуги этой позиции, этой идеи. Вот. И вот тут такой момент, он глубже разума получается, он глубже философии, философии, чечни, тая, гуран, гатиджа, 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 гатиджа. Это некое глубинное чувство живого существа. И вот преодолеть его очень непросто даже для верховной личности Бога. Много всего происходит вокруг преданного, который искренне пытается пробудить в себе изначальную любовь к Богу. Очень много Господу и Его чистым представителям, чистым преданным приходится потрудиться. Как Прабхупада говорил, чтобы одного человека сделать преданным, нужно головной крови. Непростой многое вытерпеть от этого человека, который под видом подлинной любви будет все равно эксплуатировать и манипулировать Богом его преданного. Долгое-долгое время будет это делать. И обидеться у него нельзя. Он неосуден, он искренне это делает. И все это нужно вытерпеть, чтобы он понял, что его терпят. Добиться, чтобы он не просто логически, а вот прям сердце почувствовал, сколько меня уже терпит. И вот это как-то трансформировало его сердце. Как однажды ученик Прабхупада так и спросил у меня был один очень-очень беспокойный предан, очень беспокойный. Я говорю, Челогропа, ну, сколько можно терпеть? Взял деньги кредит, не отдал. Взял деньги не отдал, это связано с бебетинь. Сколько, сколько, скажите мне, сколько терпеть раз, и я буду терпеть. Я сказал, терпеть сколько потребуется. Ну, а как Прабхупада ну, вот как я тебя терплю. Вот это истинная забота вредная. Сами нас нужно вытерпеть. Кто-то это делает. И вот в какой-то момент это нам откроется. Как просыпается любовь к родителям? Ну, ребенка же трудно полюбить родителей, отблагодарить их. Как они кормят, они же родители, ну, как. И более того, они должны не только кормить. Вот соседям родителей дают там машину, допустим. Все у него запросы, естественно. Искренне. Но вот когда он сам становится отцом, он понимает, вот это родители вытерпели. Что я с ними делал? Я в ужасе. Любой ребенок с годами он начинает понимать, думать, боже мой, что я делал сходи сюда. И они все вытерпели. Ну, он уже идет на могилку, потому что родителей уже нет, это немножко образ и просто убирает, ну, хоть как-то убирает, вернуть. У него проявляется подлинность какое-то повлиное чувство. А сами через родителей проявляется Кришна. Это когда человек становится не просто отцом, а еще преданным. Он понимает, что это Кришна о нем заботился. Кришна терпел. И нужно пойти к Кришне и тоже ему цветочек дать завет. Так рождается чистое премьется. Когда мы со всем пониманием, как Кришна нас терпит, предлагаем цветок, лепестового воду, он говорит, я принимаю. То есть таким искренним чувством я принимаю. И когда Шрабхарупада пытался объяснять этот момент, он на языке проповеди. То есть мы проповедуем, мы пользуемся языком, мы пользуемся философией. Вот это принцип служения Богу, поиска истины на основе вот этой концепции «я в центре» имеет свое философское выражение. Есть такая философская система, она прописана. мы можем найти ее, изучить, прочитать и даже сказать, это не наша философия. Я вообще другой философии принадлежу. но по сути весь наш образ жизни в соответствии с этой философии. И вот когда чистые предные излагают вот эту философию, они неспокойно излагают. Когда Челова Прабхупада говорил о Майаваде, а он часто говорил о Майаваде, то, говорят, его нижняя губа тряслась. В 66-м, это были первые лекции Челова Прабхупада, в 67-м, приходили какие-то хиппи, и он на чем светствует ругал Майаваде. И они говорят, да, Прабхупада, Майаваде, это ужасные люди, мы уже помним. Мы их не знали, не знаем, не знаем, не хотим. Кто такие, непонятно. Браман и Акман одно и то же. Да не считаю, что это одно и то же. Ну, там, что Господь, это творение иллюзорной энергии, и Джива тоже. На самом деле, все едино. Да, я вообще не думаю так. И да, Прабхупада, но не Майаваде, Бой Майаваде, Даой Майаваде. А Прабхупада читает лекции и губа трясется у меня. Один ученик даже вспоминал, что, он заподожил один раз, видя вот это эмоциональное напряжение, что, наверное, какие-то Майаваде там, в Индии, они чем-то насолили, но не отшили, как бы, не может равнодушно не вспоминать. Ну, так, у него это было понятно. Но только потом, он говорит, я понял, это я уже цитирую, что он обращался к нам. и он говорил, это вы Майаваде, вы должны перестануть это говорить. Я понял, гораздо позже. Вот что это за философия такая, это же интересно. Даже когда они говорят, мы не узнаем себя в этом. Но вот почему океан не обратил внимание Нармачандру, вот с точки зрения философии, нужно поставить диагноз. Океан был обусловлен философией Майавады. Философия Майавады на уровне чувств проявляться как равнодушие, как сильное, что не касается моего центра. Может быть, просто невнимательность? Да, да, да. Невнимательность. Невнимательность это и есть корень всех оскорблений. Каждый в этом я повторяю. Невнимательность к другим. Почему? Потому что я сосредоточен на себе. То есть философски, философски, это означает, что мой разум полностью заточен на собственных интересах. Все, что вокруг меня реальность, все остальное это второстепенное значение. То есть нереально, не так реально. То есть мы сейчас говорим словами, пытаемся это описать. Словами трудно это точно передать. Но как раз глубоко в сердце это и проявляется как невнимательность ко всему, что не является сферой моих интересов. что меня непосредственно задевает вот это моё я и моё, я очень сосредоточен. Но то, что не входит в сферу я и моё, это не мои проблемы. Вот. А философия Вайшнава и настроение Вайшнава прямо противоположнее. У него вообще нет никакого я и моё. Единственное, о чём он думает, сосредоточен и беспокоен это на Кришне и на его живых существах. Представьте, представьте, вот так же, как мы сосредоточены на себе чистый пледный средоточных живых существах. Правопада увидел, что дети в Майапуре дерутся с собаками за остатки просадов и он немедленно созвал заседание Джи-Би-Си. Я уверен, что он видел эту картину не раз. Вот в этот раз так было Джи-Би-Си он немедленно созвал, вот этого не должно быть мыскому. То есть за 10 миль он сказал, в наше храме не должно быть ни одного голодного. Вот это Бахтик. И вся эта организация заточена под это настроение. Всё это движение. Это движение неравнодушия ко всем живым существам. То есть мы чувствуем, что люди без Кришны страдают, погибают, а в Калиюге вообще бедствие. И это настроение рождает другую философию, другой разум, другую цель нашей жизни. Всё, наша жизнь полностью изменяется в плане целеустремлённости, решительности, энтузиазма. И сам этот энтузиазм и вот эта цель она уже даёт освобождение. Как только мы перестаем думать о себе, мы перестаем думать и о собственных страданиях. это самый лучший способ избавления от страданий. Вообще забыть о них. Это страдания связаны с «я» и «моё». Нет «я» и «моё», нет страданий. То есть просто правильная постановка цели уже является освобождением. Это значит, преданы все освобождение. Почему? Потому что есть искон, который организован на основе вокруг вот этой цели забыть о себе и постичь жизнь Кришне и всем живым существам. Всё. Мы освобождены. И вот со всеми оставшимися силами, которые мы тратили на то, чтобы стало легче, чтобы как-то приспособиться в этом мире, всё идёт на то, чтобы они как же им помочь. Это же безнадёжно то, что мы увидели. Люди дружно идут в ад, очень организованно. весело, с энтузиазмом. Вообще не понимаю, как их остановить. Если ты их остановишь, они просто уничтожат, как врага первого. А вот своих врагов, которых их ведут в ад, они как раз прославляют. Вот что делают? Вот хороший вопрос для разумных людей. Есть о чём подумать, что обсудить, есть ряд с чего собраться, сделать организацию, заработать много денег, вот для этого стоит жить. Вот это любовь так начинается, подлинная любовь к Кришне. Но между вот этим энтузиазмом, связанным с собственным интересом и с интересом Господа лежат законы. Рама-лила в этом смысле очень важна. Сначала мы должны подчиниться Господа. И вот в этом смысле пример раваны очень важен. эти аналогии точные, которые часто шастры приводят, хотя они немножко такие натуралистические, немножко может быть смущают наш ум, но они очень точные. отодвинем немножко сентименты. Есть детородный орган, из него две вещи выходят. Одна полностью бесполезна, а другая дает жизнь, целую жизнь. Это очень точный пример, очень жизненный и сразу понятный, что у нас есть некая позиция сейчас, она очень естественная, и можно в этой позиции приняв волю Господа прожить жизнь с огромным бесконечным смыслом и вернуться домой к Богу, а можно прожить полностью бесполезную жизнь. И в конце понять, что ты просто для себя жил и еще другим беспокойство доставлял. И вот таким вам греть не были. А ситуация одна и та же у каждого ситуация равна. то есть все в нашем индивидуальном существовании есть кармическая ситуация. С одной стороны все для того, чтобы мы бесполезно прожили жизнь, нас займут, материальная природа займет, чтобы для себя сделать до конца, до последнего дыхания, не только о себе и думать. Но та же кармическая ситуация организована таким образом, чтобы мы все дали для Кришны, всю свою жизнь. Чем мы воспользуем? Какой выбор мы сделаем? Вот равна делает выбор, который мы не принимаем. И океан нам говорит, надо его уничтожить для его же блага и для блага всех живых существ. А что нужно утвердить? Утвердить нужно величие Господа. То есть уничтожить равна, да еще так, чтобы привлечь внимание Господа. И вот это на самом деле самое главное, о чем я хотел поговорить, что вот эта Майавада разрушается тем, что мы видим могущество Господа. Чем больше мы видим это могущество, тем меньше нашей Майавады. Когда мы приближаемся к могуществу Господа, ощущаем бесконечное множество энергии, каждый из которых бесконечное могущество, то наша вот эта ханкера она просто собирается в точку. Нет, все равно чтобы подниматься высоко на самолете. То есть вы не можете серьезно относиться на этот толпу, там какая-то точка вообще, множество точек. Но опуститесь на землю, я тебе скажу, я покажу точку. Я не точка, я тут с дипломатом в Мерседесе, ну сразу там много окружения. Ну с высоты самолета вообще ничего. Мы должны не разглядеть. Вот чем больше мы сосредоточены на могущество Кришны, ну это трудно, понимаете, вот сопоставление с этим думает, что я тут кто-то. Как Индра Дамы. Я тут кто-то. Я же все-таки директор Парабаха Парабаха Парабаха. Я тут главный Парабаха. Но вот когда он увидел, что во Валендаване происходит, его эго сразу в точку собралось. И вообще полностью изменилось настроение. Кто был так, что всех на место срочно извиняться. Срочно перед Кришной, 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 Приджабасе. И все, ситуация вернулась в свое нормальное положение. Это было в Кришной линии. Ненадолго, до Париджата львы. Ну да, да, да. Мы же говорим, маханкарами, непростая вещь. Но сам эффект соприкосновения с Могуществом Господа, видите, сразу же охлаждает температуру. Кришной, так и объясняет закон кармы, как некий температурный баланс, по аналогии с человеческим телом, что если температура повышается, это просто защитная реакция, это то, что лечит, на самом деле. То есть, так же, когда наша карма становится обесцененной в присутствии Господа, это действует для нас исцеляющим то есть, мы очень-очень незначительные живые существа, и вот это с трудом, с трудом постигается. Поэтому одна из первых, один из первых шагов в развитии подлинной бредности и подлинной любви Господа слушает о могуществе Господа. Это Айшварья, Бхава. Айшварья, Ся Самаграсия, говорится в Туранах. Здесь вот эти шесть достояния, абсолютная слава, нет никого равного Божьего Славы. Красота, сила, знания, невозможно соперничать, невозможно соперничать с Богом. Вот чем больше мы об этом слушаем, тем больше мы проникаемся вот этим чувством. Очень-очень глупо, очень-очень глупо на что-то прикинуть, ну как-то что-то себе причислять, думать, что я что-то знаю, или что-то имею, ну как-то неразумно, никому же глупцом не хочется. Но вот когда мы видим могущество Господа, ну что-то о себе возомнение, разум просыпаем. Итак, кто бы ни приходил в этот мир, какой бы из воплощения Господа ни приходил в этот мир, прежде всего они приходят для того, чтобы освободить своих предных, помочь избавиться от влияния материальной природы в форме философии Майвады, в форме вот этих глупых привязанностей к я и моему. И он являет своим предным своё могущество, как уничтожая тех, кто мешает предным, демонически живых существ. Он делает это так, что предные восхищены и они легко становятся предными, то есть они всю жизнь отдают Верховному Господу. Вот, поэтому путь во Вриндаван идёт через Ишварию, через Мариаду, через законы, через богобоязненность, если хотите. Вот это важно развить, важно узнать, увидеть Бога в могуществе этой материальной природы, в могуществе Его как Личности. И мы слушаем об этом. Это часть нашей практики, важнейшая часть нашей практики. Вот, когда ложное эго соберётся в точку, тогда можно слушать, говорится, о сокровенных играх во Вриндаване. Ну, если говорить о классическом методе, пока есть вот это чувство, что Я есть, у меня всё-таки есть какие-то потребности. Вот, если мы с таким сознанием слушаем об играх во Вриндаване, не поймём. Ну, вот это будет, конечно, такой же, как и Я. Я вот бегал в своё время, да, или сейчас бегал. И вот он бегал. Ну, ладно. Я имею в виду противоположный пол. Я люблю кушать, и он любит кушать. Это трудно избавиться. Это есть моя Вада. как она проявляет. Не так, что мы думаем, я в моей Ваде. Нет, а я хочу тогда Кришна. Ну, как-то вот, ой, как здорово он там действует. И уже свои планы. Как-то может что-то подобное. И всё, как говорится, это полностью разрушает духовную жизнь. Это имитация Господа. И поэтому, когда Господь приходит со своими играми в нашей жизни, мы говорим, а мы уже тут. всё не называли. Вот у нас и Гаварджамоны, и Сагулы, всё прямо как у тебя. И Хом Гавардхан у нас есть. Мы вот не уходим, как ты. И не подкопаешься. Потому что практика перед на служение. Это нужно делать. Но философия Майваги всё портит. Поэтому у Прабхупады дрожит губа. Этот образ нам нужно всегда держать. Он даёт метод. Он приводит нас к играм Кришны, Вриндаван. Вдохновил петь даже Джайарадамадава перед Бхагаватом. Это очень сокровенный Бхагават. Но при этом у него губа трясётся. как только мы начинаем это всё использовать в своих милах, мы будем чувствовать, что нам плохо в этом движении. Что-то нас тут не понимают. Будем чувствовать, что движение нас отчуждает. С другой стороны, если мы всё принимаем в духе служения, мы чувствуем это движение, это просто неотличное самооход. мы чувствуем себя как дома. Не обязательно поехать во Вриндаван, чтобы почувствовать себя как дома. Это можно почувствовать в любом храме Чивы Прабхупады. Если мы пришли, это для того, чтобы помочь ему служить Кришну Господу Читании всем живым существам. Вот. И мы чувствуем, да, вот это милость Прабхупады. Вранжа Бхава и Екатеринбургия. Вот это да, это космос просто. Так, призыв лекции Далой Майваду со всеми вытекающими отсюда нектаром. Все, извиняюсь, слишком отрирую. Ари Кришна, может быть, что-то обсудим? На той телепередаче там говорили об обязанностях поведения. А, спрашиваешь? Да. Да нет, по-моему. Не так, что я прям внимательно всю передачу посмотрю. по-моему, по-моему, нет все-таки. Там много ценных вещей говорилось о том, что вот веды, что веды трудно понять, таких важных для нас было рассуждений о том, что такое бхакти, что нужно служить Богу бескорыстно. Все это прославлялось всегда в Индии, что Индия не такая простая, как нам кажется. Это хороший был момент. Там очень ценное знание, до сих пор непостижимое для нас. Там даже говорилось о санскрите, что санскрит непостижим, что есть особые браманы, которые могут понять санскрит. В этом смысле такой хороший был образ создан, что за Индией большой духовный потенциал, который еще нужно открыть русскими людьми. А что касается самих уроков рамаян, именно вот эта женщина сказала, что люди индусы не учатся этому, просто слушают. Ну, учатся таким образом, чтобы правильно жить в бытовой жизни, семейной жизни. Там вот такой акцент был поставлен. Может быть, Садхуприя немножко говорил о царстве, но он совсем немножко говорил. Можно посмотреть же о том, что есть. В комментарии я говорила, что кто-то знает тайны деяний, воспоминания его. это путь к совершенству, знать все вещи и вроде как признак преданного какого-то состоявшегося, какого-то утвердившегося понимания этих тайн. в жизни вот так смотришь и как только чувствуешь, что ты что-то понимать начал, даже просто преданных с господом не очень соприкасаемся, что вот это преданное, вот это не очень преданное, вот это маеваде, этот неофит. у тебя вопросов уже никаких не остается, ты уже все лекции слушаешь, всем согласен, все понимаешь и даже вопрос не можешь сформулировать никакой, все понимаешь, все знаешь, все тайны знаешь, явления, деяний. и чем больше ты это знаешь, тем меньше Кришне вообще до тебя дело есть, такое ощущение, что Кришна к тебе обращается только тогда, когда понимаешь, что ты вообще ничего не понимал до этого, ты не знал, что у кого-то думал, что он непреданный, он преданный оказывается, думал, что он непреданный вообще, потому что он преданный, он оказывается, что не совсем преданный, и вот это состояние того, что ты не знаешь вообще никаких ни явлений, ни деяний, ни планов Господа. Все твои стратегические видения развития чего-то, где-то, как-то, это вообще просто бред какой-то. И тогда начинаешь понимать, что Кришна где-то здесь есть всё-таки, но не всё равно тебе. Противоречие получается. Это как раз, короче, полное подтверждение о том, о чём мы пытались говорить, что ты очень так ясно подытожил. Я, извини, об этом не знаю. Ну там же есть, вот Кришна говорит, тот, кто знает тайну моего явления, деяний. Что значит знаю? Как только мы знаем, оказывается, что это есть аханкара. То есть я знаю, это же тоже предложение я и моё. знание о Господе открывается же по милости Господу. И когда даже человек знает что-то и начинает как бы о чём-то подозревать, он в этом чётко понимает, что это не его знание. И как только он думает, я узнал, он уже своровал в своём сознании. Я понял. Всё, Кришна сразу не интересна. Ах, ты понял? Понимаешь? Нормально, я пошёл. Мы там в дневнике записали, я понял. Что ты понял? Ну это вчера было. Ну сегодня сейчас вспомним, что я вчера понял. Ну и начинаем уже что-то выдумывать. По поводу вчерашнего поняла. Так действует аханкара. И в конце концов, вот это всё обретает какую-то завершённость на уровне разума, на уровне философии. Я знаю, я могу, значит я должен, у меня планы. И всё, это уже, ну, в лучшем случае, персонализм. То есть я начинаю на всех смотреть с точки зрения своей системы. Моя Ивана сделает матрица такая. И все в эту матрицу поместились. Это есть божественная природа у меня открылась. Я всё понял. И все в мой план вошли. Ну в моё понимание. Вот что хочет Кришна. Надо всем просто объяснить. Если они не поняли, надо лучше объяснить. А если они не поняли, похоже, они сами не знают, чего хотят. Вот так это всё выражается. В конце концов, отчуждение. Философия Наивады приводит к отчуждению. Почему отчуждение? Потому что я уже всё знаю, мне никто не нужен. Внутри человека. Замыкается в себе. И в конце концов, приводит к себе к плачевному состоянию. В конце концов, всё равно оказывается, что его знание не работает и так далее. Вот. Это очень просто. Другими словами сказать, что, по большому счёту, даже все преданные, которые сегодня есть в Екатеринбурге, которые заняты вообще какими-то своими проектами, не связанными, по большому счёту, каким-то одним. Ну не то, что даже не одним целым, а какой-то системой санги, да, или системой… Я бы очень хотел, чтобы вы сейчас все пришли в таких мыслях. Очень. То есть, когда мы говорим о Майаваде или о элементах философии, которые также могут появляться в Украине, мы это говорим для себя. То есть, как раз та же Майавада, она приподнимает голову и начинает… И видит всех, да. Понятно, в чём тут проблема. Всех свистать в одну сангу и так далее. Ну нет, для себя, как только мы внутри увидим вот это вот внутреннее отчуждение, связанное с определённым восприятием, мы сразу поймём, что в Екатеринбурге всё идеально. Несмотря на то, что даже преданные могут делать препятствия. Но всё идеально. Преданные – удивительно. Вот это и есть собуда от Майавады. То есть, у нас появляется очень тёплое, нежное чувство ко всем преднам. И их трудности воспринимаются, как возможность помочь, как у этого океана. То есть, у Романчан – как бы трудность. Он не может там через океан перейти. Вот сделай мост через меня. Вот я так хочу. Ты используй меня. Точно так же, вот если предположить гипотетически, что вся Майавада испарилась, вот мы так увидим всех предных. Как здорово, что есть кому-то служить. Кому помочь, позаботиться. То есть, кто-то опечарился, надо ему пообщаться, что-то взбодрить. Ну, много всяких вещей можно сделать для преданных. И повод – ну, может быть, какие-то сложности. А если не сложности, то ещё будем экстатично служить преданным. Значит, много планов в правильном смысле этого слова. Они заряжены, они активно действуют. Ну, то есть, вот вайшнавское восприятие, оно такое, оно вообще не проблемное. Вообще не проблемное. Прабхупада говорил, что в сознании, конечно, проблем нет. Есть просто условия для служения. Исходящего-то из избилия. А вот как только мы видим проблемы, означает, что у нас уже своя матрица. Она, может быть, уже более разумная. А так мы же уже вот тут с Майавадой боремся. С матрёшкой, да? Опа, там ещё матрёшка. Опа, там ещё матрёшка. Это Аканкара. Под корень, говорит Кришна, через принятие покровительства чистых преданных. То есть, по милости Правопаду, мы можем это под коренью изменить. Через процесс. Так, Чайбару. Смиренно очень поднял его. Как господит читания «Урица с Майавадой». Он же не показывает айшварию. Айшварию не показывает, то есть, вот это. Здесь он… Так. Чеши показывает. Да-да-да, кстати, он же… Помнишь, как он… В собрание пришёл в Майаваде? Смиренно. Да-да-да-да. Это одна форма борьбы. А вторая, когда он, ещё будучи бандитом, по-моему, да, он забавлялся в руку своих учеников, не только учеников, и опровергал их разные идеи. И утверждал какую-то идею, очень аргументированную. Все принимали, всем понятно, что вот так дела обстоят. Вот это вот истинная философия. Да, вот сейчас я её разобью. Да невозможно. Ты же Диана доказал. И он начал её разбивать. На самом деле всё не так, а вот так. Ну это гениально. Вот эта философия точно совершенная. Все так считают, что совершенные. Все. Вот сейчас я её разобью. Показывая, что вот эти вот философские построения не имеют никакой цены. Но это же могущество. Это Ишлаги. Да. А вот когда уже там настоящие Майавады в Аранасе, там их только от духовного опыта можно пробить. Поэтому он пришёл очень смиренный. Он признал их в верховное положение. А при этом начал сиять. Не знаю, это Айшвари, не Айшвари. Ну просто как бы признавая, что вот они тут Веданту изучают. А Ему Гуру сказал, что вообще глупец ему. Да Веданта как до неба. Вот. И он признавая их в великое положение, просто вот пришёл, чтобы побыть в их обществе. А при этом сияние от него исходит. Ну даже такое от Майавадьи не исходит. Ведь для них это странно. Что-то за Саньяси такое, который сентименталист, а сияние твоё настоящее. Вот это для них была загадка. Они сразу же обратили на это внимание, стали задавать вопросы. Пракашанаса расслабился, сразу ты не туда сел. Давай вот на возвышение. Почему ты танцуешься такой? Ну реально уже. Зачем ты? Ну общаясь с простыми людьми. Ты же должен Веданта изучать. Нарайна сам сказал через Священное Писание. Ну вот так он проявил Айшварь, через вот это как бы духовное полногощество. Всех обратил. Обычно надо. Всем дал Святой Писание. Прешно. Все. Санги тоже появлялись в школе, когда они перед страницами. Да, 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 да. Так, кто-то понимал. Так, Рикришна, к теме о потребностях. Вы сказали, что Господь исполняет все наши желания, но у нас же есть хорошие желания и как бы не очень хорошие желания. И ну что как-то развернуть этот вопрос? Может быть имеется ввиду, что исполняются те желания, которые как бы нам нужны, а не те, которые мы хотим. Или в прямом смысле, то есть, вот как-то вот развернуть этот вопрос. То есть, вы имеете ввиду предные? Исполняет все Кришны желания? Нет, Вы сказали, Господь исполняет все наши желания. В материальном мире. Да. То есть, Он исполняет желания все, все материальные желания. В соответствии с тем, насколько еще живут, что заслуживают. То есть, если мы видим, что кто-то чего-то хочет в материальном мире и не получает, значит, он просто не заслуживает. Есть законы кармы, это вот ограничивает возможности живых существ. Не потому, что вот Господь жадный и не дает. Нет, просто так устроена материальная природа, чтобы вот эти все боги, которые здесь собрались, они как бы не уже потребности на всю Вселенную, у каждого. И вот, чтобы они как-то примирились, дается закон кармы, и вот он ограничивает возможности друг друга. Может быть, Богом, но только в таких пределах. Ну, потому что ты вот этому в прошлой жизни задолжал, и вот это у него территория. Так хитро закон кармы действует. То есть, нас окружают живыми существами, с которыми мы уже долго общаемся, в борьбе за превосходство. И внешне, как структурно, это выражается как закон кармы. Вот не положено. Вот этот забор между нами. Вот это мне, а вот это тебе. То есть, вот этот закон кармы, он регулирует притязание живых существ по отношению к ресурсам друг другу. И вот эта регуляция как бы ограничивает выполнение наших материальных живых. Сколько мы заслужили, опять-таки, в служении другим живым существам. По закону кармы мы это получили. То есть, служишь много другим живым существам, больше материальных живых исполнит Бог. А если вот за счет других живешь, то твоя способность, ну как бы, притягивать, что ли, милость Господа и могущество Господа в свою жизнь, оно ограничивается. Что посеешь, что пожелаешь. В этом смысле. Поэтому Господь выполняет все желания живого существования, но в соответствии с тем, можно так сказать, насколько он правильно использует вот то, что ему дает Господь. Если он использует для себя во вред другим, его желание ограничивается. То есть, если он использует все для блага живых существ, то его желание, ну как бы, в большей степени, это и есть хорошая карма или плохая карма. Не слишком запутанно. Не знаю. То есть, все равно, как бы, исполнится то, что... Это не положено то, что дано по карме, да, то есть, то оно и будет происходить. То есть, это не так происходит, что... То есть, ага, так, а вот это желание мое или Господа? Все же, как бы, ну как понять еще, это желание хорошее или неплохое? То есть, как бы я ни думал, все равно будет исполняться то, что должно прийти по карме? Или как, ну вот, не знаю, как-то очень запутанно может. То есть, желание приветствуется Господом всем, но исполняется ровно настолько, насколько Он позволяет карма. Но Он внимательно относится ко всем нашим желаниям. Только вот карму улучшили свою, ну, по каким-то обстоятельствам, и сразу же мы видим, что какое-то желание исполняется. Господь в сердце, Он все видит. И Он готов, Он готов дать нам желаемое, но другие живые существа не дают Ему дать что-то нам. Потому что кто-то другой нас проклинает уже низкой жизнью. И Господь в сердце того живого существа тоже. А Он проклинает, это Его желание, чтобы мы ничего не получили. Понимаете, у нас желание получили. Потому что 10 соседей завидуют уже. Ну да, да. Нет, я к чему вопрос. Просто многие говорят, там, я столько всего сделал, там, для Господа, да. Ну почему Господь не может дать вот этого? Ну и как ответить такому человеку? Слушай, кто-то молится, чтобы тебя не исполнилось. И что же? Надо пойти с ним помириться. Ну проблема в том, что Он может не знать об этом, что Он так молится. Так, вот последний вопрос. Здесь в комментарии Шрюха Фада говорит, что если Сын становится преданным или обретает большие познания, Он был зачатен зря. Да, имеется в виду подлинное знание о природе Господа, о природе живого существа и о материальном мире с точки зрения его духовного принятия. То есть имеет это знание в священных писаниях, то есть трансцендентное знание. Ну обычно о трех аспектах говорят, трансцендентное знание. Знание о Боге, о душе и о материи. Вот тогда человек не зря живет. Он используется знание для того, чтобы развиваться духовной жизни. 9.30. Какие благословения? Надо завершать. Правильно? Ну еще в юрилевую традиционную сделку. Да, тебе благодарю. Спасибо огромное за внимание. Граета Раша, Матбада, Forward comer. Сейчас. . Не знание. Субтитры подогнал «Симон»